А перед началом данного видеоролика хочу порекомендовать свою группу по продаже роблоксов. Здесь вы сможете приобрести роблоксы по курсу 1 к 2,5. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании. Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать чит для роблокса. Для этого переходим по ссылочке в описании на данный сайт. Это сайт для скачивания чита. После этого здесь нажимаем кнопочку скачать бесплатно. Это окошко закрываем, нажимаем еще раз. Все, ждем пока у нас загрузка дойдет до конца. И после этого нажимаем скачать файл. Вот как видите, все скачивается. Если вас хром блокирует, вы нажимаете на эту стрелочку. И здесь должна быть кнопочка сохранить. Но если у вас здесь кнопки сохранить нету, нажимаете показать все. И вот здесь кнопочка сохранить появляется. Нажимаем все равно продолжить. Все, мы скачали. Отлично. Теперь заходим в папку. Также желательно перед установкой отключить антивирус, чтобы он вам не мешал. Сейчас написал то, что здесь есть вирусы. Но по правде вирусов нету. Скажу из-за чего. Потому что когда чит, то есть когда вы активируете скрипт, допустим в каком-то плейсе, он меняет основной скрипт. То есть скрипт, который написан самим разработчиком, он меняется на другой. И из-за этого антивирус думает то, что это вирус. Вот. Так что можете скачивать. И с вашим компьютером ничего не будет. Так. Сейчас я восстановлю. Ждем, пока у нас тут до конца загрузится. И сейчас я покажу, как отключить уведомление, если оно у вас есть. Так. Это закрываем. Но нам пока что не надо. Значит, смотрите. Если вы качали через Chrome, нажимаете вот сюда на три точки. После этого настройки. Потом ищите настройки сайтов. Заходите. И уведомления. Заходите сюда. Листаете вниз. И вот здесь у вас написано разрешить. Ваши уведомления будут находиться вот здесь. Если вы разрешили. Допустим, оно у вас здесь находится. Давайте посмотрим. Вот. Допустим, вот оно у вас здесь находится. Нажимаете на три точки. Либо блокировать, либо удалить. В принципе, без разницы. Все это действие делаете. И у вас не будут появляться уведомления на компьютере. Так. Давайте теперь переходим к читу. Заходим в загрузки. Заходим в старт 2.2. Переносим эту папку на рабочий стол. Все готово. Теперь заходим в чит. Так. Вот он появился, как видите. Все работает. И также давайте проверим на каком-нибудь режиме. Будет он сейчас работать или нет. Так. Ну. Давайте в принципе, я думаю, вот на этом режиме проверим. Заходим сюда. Ждем пока он у нас загрузится. Также получается, вот этот режим находится в скриптхабе. И сейчас его будем активировать через скриптхаб. Именно сам скрипт. Так. Звук. Бубавляем. И. Качество прибавляем. Так. Все готово. Мы зашли. Открываем наш чит. После этого нажимаем кнопочку inject. Ждем пока мы заинжектимся. Должна появиться иконка easy exploit. Это означает то, что мы заинжектились и у нас ничего не вылетело. Так. Все. Вот она появилась, как видите. Все. Значит. Inject хорошо работает. И теперь заходим в скриптхаб. И. Нажимаем вот на вот эту кнопочку. Snowing Sim. То есть. Snowing Simulator. Все. Мы нажали на эту кнопку. И вот наш скрипт появился. Все функции тут рабочие. Допустим. Включаем вот эту. Короче. К нам получается тп хнулись вот эти вот кольца. Которые разбросаны по всей локации. И мы чисто можем стоять на одном месте и их собирать. Также можно собрать флажки. То есть. Вот этих снеговиков. За которых вы за 30 секунд. То есть. Каждые 30 секунд будете получать по 50 гемов. WinRace. Эта функция получается. Для автоматической победы. В гонке. Допустим. Включаем ее. Сейчас на данный момент гонка не идет. Но давайте проверим как он будет работать. Так. Он тп хнулся вот на этот объект. И больше никуда не тп. Отдыхается. Окей. Странно. Так. Делаем reset тогда. Получается все таки нужно ждать когда начнется гонка. А также скорость. Странно. Почему он тп хнулся второй раз. Ну ладно. Так же есть короче скорость для. Вашей машины. Допустим. Идем сейчас с вами заспавним машину. И включим эту функцию. Так. Поэтому мне что-то немного подлагивают. Как видите. Но это скорее всего из-за скрипта. Так. Допустим. У меня куплена. Вот эта машина. Спавним ее. По скорости. Едет она не так конечно же. Просто немного баг произошел. Я так понимаю. Окей. Ну ладно. Может быть. Все равно заметно будет. Так. Допустим. Ставим. Red. Knight. Ну. Немного побыстрее стало ехать. Ну короче. У меня немного эта функция забагалась. Но когда вы включите ее. У вас. Ваша машина в два раза быстрее поедет. А также. Автопокупка яиц. Но она почему-то у меня не работает. В принципе. Можете у себя проверить. Может быть она у вас заработает. А play music. Это я так понимаю. Будет играть музыка. Эта функция не проверял. И также можно настроить цвет. Также можно закрыть. Этот скрипт. Вот. Эти функции. Не знаю за что. Отвечают. Teleport and buy x. Как я получается. Должен отопокнуться. Кейтсу. Но не работает. Короче. Эти функции скорее всего не рабочие. Ну. В принципе. Вот прикольные функции. Можно поменять цвет. Так. И давайте. Покажу. Фаст команды. Которые тут есть. Здесь есть. Noclip. Fly speed. Infinity jump. Btools. Click tp. Isp. Anti-afg. И head changer. Давайте head changer быстренько покажу. Сейчас у меня вот такая вот шляпа. Надета на мне. Допустим. Выберем Dominus. Infernus. Нажимаем VR. И как видите. Он оделся. Сразу скажу то. Что другие игроки его не увидят. То есть. Он виден только вам. Другие игроки его никак не смогут увидеть. Так. И давайте зайдем вот в эти шестренки. Также тут можно выбрать цвет темы. Очень прикольные функции. Допустим. Crimson. Это наподобие красной темы. Как видите. Она везде изменяется. Довольно прикольно. Также есть Snove. Это получается белая тема. Вот. А потом. Dunger Blue. Включаем. Тоже везде поменялось. Как видите. И есть Gold тема. Золотая. Как видите. Тоже везде поменялось. Довольно прикольно. Так. Также есть FPS Inlooker. Это получается. У вас должен быть. Повышен FPS. Чтобы у вас ничего не лагало. Есть Dark Dex. Очень полезная штука. Если вы пишете сами скрипты. Самостоятельно. Для какого-то плейса. Вот. И не можете найти. Никакой Dex. Допустим. Давайте я вам сейчас быстренько покажу. Включаем ее. Вот она появилась. И вот здесь допустим. Ищите нужный вам предмет. Допустим. Вы хотите чтобы он тупехался. Вот к этому кусту. Вы короче. Вот здесь вот в поиске допустим. Пишите по-английски название куст. Вы его находите. Смотрите его позицию. На какой позиции он находится. И после этого пишите скрипт. И после его активации. Он тупехнется вот на этот куст. В принципе подробности не буду объяснять. Я думаю если вам интересно. Вы сможете сами найти. А эту всю информацию в ютубе. Я думаю она в принципе есть. И там научиться. Также фикс инжект. Это нужно скачивать драйвера. Это в принципе можете проверить. Если у вас не работает что-то. Потом килл роблокс. Это получается убить роблокс. По правде по моему. Точно не знаю как эта функция работает. Но вроде как. Он крашит сервер. И у всех должно вылететь. И реинсталл роблокс. Это получается переустановить. После того как вы нажимаете на эту кнопочку. У вас автоматически переустанавливается роблокс. Вот. Ну в принципе у меня на этом все. Такой на сегодня видеоролик получился. Кому понравилось можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами был Исбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok